Продолжение следует... 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 Можно найти хорошие оттенки для русых, светло-русых волос. Болицы оттенки блонд, хейзл, все в таком духе, даже для светло-волосых девушек подойдут. Ну и вообще натуральные оттенки, не бордовые, а именно такие русые, ближе к русому оттенке, все нейтральные, поэтому очень советую. Из консилеров, самые беспроигрышные, это, конечно, Гаранье кофейновый ролик 2 в 1. Огромное количество уже о нем сказанных слов. Хорош он тем, что он очень хорошо подстраивается под тон кожи, удивительно мало пигмента в нем, то есть практически для любого тона кожи подойдет один и тот же цвет, при этом удивительно хорошо маскирует, и при этом можно найти сейчас просто везде, и не так дорого стоит, зато с ним практически невозможно промахнуться. Это в основном для маскировки мешков под глазами, и на несовершенство я его также наношу, вполне работает. В качестве базы под тени, как ни странно, мне больше всего нравится Dream Mousse Concealer, у меня в первом оттенке, от Maybelline. Такой густой мусс, который довольно сложно распределяется по веку за счет своей плотной консистенции, зато прекрасно на него ложатся тени и очень долго держатся, не скатываются, поэтому рекомендую кому-то нравится в качестве консилера. Мне как-то он не очень нравится, он какой-то слишком матовый, какие-то у него оттенки не очень подходящие к моему тону кожи, даже светлый для меня довольно темный, но если вы подберете отличный оттенок, это будет ваш консилер для всего, чего можно, и для кругов под глазами, и как базы по тени, и для несовершенств, то есть такой бюджетный тоже вариант, который везде можно найти. В вопросе тональной основы, на мой взгляд, самая беспроигрышная и бьет всех конкурентов, это идеальный цвет, легкое тонирующее средство, ну или легкий тональный крем от Avon, я внесу там ссылку на него. Почему оно мне так понравилось? Оно очень хорошо адаптируется под тон кожи, оно не аллергенное, оно не тестируется на животных, так как это Avon, оно очень дешевое, порядка 200 рублей, оно имеет довольно много оттенков, единственный минус, что вы не можете подобрать свой оттенок идеально по каталогу, но отлично адаптируется за счет малого количества пигментов, для молодой кожи, мне кажется, самое оно. Единственное, он не суперстойкий, нужно его закреплять пудрой, желательно припудривать еще. В качестве очень стойкого и подходящего, очень хорошо для молодой кожи, могу посоветовать вот такой вот тон в виде пудры, это минеральная пудра, Smooth Mineral, тоже от Avon, такая маленькая коробочка, но она потребует к себе кисть кабуки, можно выбрать какую-нибудь из Ривгош, Буржуа, или Эйвен, или Арифлейм, но вот это будет более дорогой вариант, за счет того, что сама она стоит около 280 рублей, и не очень много продукта внутри, но при всем при том, если у вас есть маленькая пушистенькая кисть, типа вот этой вот, или какой-нибудь такой, эта же основа превращается в замечательный консилер, имеет потрясающую кровящую способность, маскирует просто все, что можно, вплоть до каких-то шрамов, болячек, я не знаю, что и нельзя замаскировать, если очень захотите, то замаскируйте все, что угодно. Единственный минус в том, что невозможно носить тем, кто носит очки, при трении кожи она полностью стирается, если я ношу очки с ней, и когда снимаю, у меня абсолютно голая кожа, такие розовые кружочки здесь, не очень красиво, поэтому тем, кто носит очки, все-таки лучше использовать жидкую тональную основу, мне кажется. Из пудры мне нравится вот такая вот Maybelline Dream Matte Powder, нравится она мне тем, что она очень хорошо матирует кожу, проверяла ее при жаре, каталась на велосипеде, она просто по сравнению с другими пудрами, которые у меня были, матирует на самое длительное время, поэтому рекомендую ее, мне кажется, новичок не прогадает в покупке такой штуки. Второй самый универсальный продукт, который, как мне кажется, должен быть у всех в косметичке, кто любит недорогую косметику, вот такие вот тени Mokala The Avon, 500 раз показывала, чуть не в каждом видео моем появляются, почему рекомендую их. Если вы новичок, вам наверняка понадобятся базовые цвета, это как раз и есть базовые цвета, Mokala The состоит из такого сияющего бежевого, матового средне-коричневого, матового темно-коричневого и средне-коричневого блестящего, чуть такого бронзового. Все эти оттенки, мне кажется, для всех тонов кожи глаз идеальны и на каждый день подойдут безупречно. Но, помимо этого, самое удивительное то, что вот этот оттенок является потрясающим хайлайтером для практически всех оттенков кожи. Вот эти два оттенка прекрасные скульптуры для практически всех оттенков кожи. И вот этот вот оттенок при умелом нанесении прекрасный бронзер с сияющим эффектом, который нужно наносить очень легко и очень такой мягкой, неплотной кистью на верх скулы. Вы получаете за какие-то там 180 рублей 4 цвета теней, он же плюс к тому также и хайлайтер, также бронзер сияющий, либо такой бронзовый хайлайтер, и два скульптурирующих оттенка. Ну, я не представляю себе сделки лучше. Для экспериментов с цветом теней очень-очень советую свои любимые тени от Белл. В основном матовых оттенков, пятицветные вот такие, вот точнее 4 цвета плюс база, и двухцветные. Они очень хорошего качества, очень хорошо держатся, не скатываются, очень матовые. Ну, фактически, если интересны какие-то цвета, я очень рекомендую, потому что, ну, мало кто пожалел о их покупке. Ну, буквально чуть ли не процента 2 девушек, которые их купили, пожалели о их покупке, а это, мне кажется, очень о многом говорит. Еще для экспериментов с цветом для молоденьких девушек очень рекомендую тени с шиммером. В качестве вот такой вот пробы большого количества оттенков, которые подойдут именно вам, рекомендую вот такие всякие разные от Ruby Rose палетки теней. Огромное количество вариаций у них есть, огромное количество ценовых диапазонов, очень дешевые, везде, наверное, есть. В каждом городе России легко найти тени от Ruby Rose, и они очень даже неплохого качества. Из карандашей для глаз я больше всего рекомендую Super Shock Avon. Это гелевые прекрасные карандаши. Фактически, вы покупаете один карандаш, и вы имеете при этом не только гелевый прекрасный карандаш, который будет очень хорошо держаться, очень пигментированный, очень мягкий и приятный, но еще и тени того же цвета, потому что они, пока цвет не засох, вы можете прекрасно растушевать и получить замечательный Smoky Eye в вашем цвете карандаша. Можно использовать и так, и так одновременно. В общем, ну, два продукта в одном за 150 рублей, мне кажется, это просто суть. В данный момент мне мало какие блески для губ очень нравятся, но вот могу порекомендовать два самых универсальных. Это Nivea натуральный объем, и Essence XXL прозрачный. Прозрачный и хорош тем, что он не липкий. Вот именно этот не очень липкий, огромное количество продукта, и можете использовать и просто так, и поверх любимой помады, карандаша. Натуральный объем от Nivea хорош тем, что у него приятный такой персиковый оттенок, неброский, который подойдет любому тону кожи, но с ним есть сложность в том, что многим не нравится запах. Если вы не любите, чтобы ваш блеск такой пах кремом для лица, этот вам не подойдет точно. Из карандашей для губ мне безумно нравится бюджетный вариант. Для новичка самое то, это карандаши Rimmel. И те, которые выкручиваются, и те, которые подтачиваются, мне очень нравится. Розовый оттенок потрясающий, который очень популярен во всем мире, это Eastern Snob. Очень советую. Из помад мне очень нравится Hydra Extreme от Maybelline. Вот так вот выглядит. Самое главное, никогда не берите те, что с блестками. Только кремовые оттенки, самый-самый-самый суперский для всех оттенков кожи, мне кажется, Pinky Beige. Оттенок это такой розовый, немного уходящий в коричневатый. Прекрасная помада тем, что она питает губы как бальзам. Она дает небольшой эффект увеличения объема. Просто губы становятся ровными и привлекательными. Вот рекомендую именно этот оттенок особенно. Также для тех, кто начинает свою коллекцию макияжа, и у кого еще пока нет помад, очень мне понравились блески помады NYX. Это оттенок 03 The Perfect Everyday Color. То есть идеальные цвета на каждый день. И я так согласна с названием. Помимо вот этого вот цвета, все остальные, ну, совершенно точно идеально на каждый день. Вот этот более такой темный, я думаю, на выход даже молодая девушка может его с чем-то сочетать. Как минимум 4 из них точно может использовать каждая девушка. Косметику NYX можно заказать с многих американских сайтов. Например, cherrycoucher.com. Ссылка на сайт внизу, и то, как сделать заказ, тоже внизу. Пожалуйста, не спрашивайте меня, как заказать косметику NYX, так как видео на эту тему уже сделали многие девушки. И я обязательно дам ссылку внизу, чтобы вы могли научиться, как научилась когда-то я. По поводу туши. Подбор хорошей туши дело довольно сложное. Тут, наверное, нужно испробовать хотя бы десяток, чтобы понять, что подходит именно вам. Но мне кажется, что самая бюджетная и хорошая со своей деньги, это Super Shock от Avon. Это такая тушь с огромной кисточкой, которая дает замечательный объем, недорого стоит, и можно найти очень легко. Консультанты Avon, мне кажется, есть в любом городе. Но мало тех, кому не понравилась эта тушь, она довольно быстро засыхает, месяца за 2-3-4, в зависимости от вашего использования. Но за свои 180 рублей, мне кажется, новичок с радостью будет пользоваться. Всем спасибо за просмотр и желаю удачи всем, кто собирает сейчас свою стартовую косметичку. Я надеюсь, что каналы о красоте на YouTube помогут вам в этом, и вы не ошибетесь с выбором.